Я приветствую вас на моём канале. 13 августа, 31 июля по старому стилю, отмечается Евдокимово Заговенье или Евдокимов День. В православных храмах в эту дату вспоминают Евдокима Каппадокияна. В народе, по традиции народного календаря, празднуют Евдокимово Заговенье. Назван этот праздник так потому, что это был последний день перед Успенским постом. С 14 по 27 августа. По традиции в этот день люди стараются как можно больше работать, а вечером веселиться и наедаться вкусными блюдами, так как уже с завтрашнего дня, с 14 августа, начинается Успенский пост. Народные приметы на 13 августа подскажут, как прожить этот день так, чтобы жизнь стала успешной. Успенский пост продлится с 14 августа по 27 августа. Он посвящен Божьей Матери Деве Марии, которая узнала, когда она умрет. Перед смертью она долго молилась и постилась. В честь этого и возник Успенский пост. Поэтому Евдокимово Заговенье – это последний день, когда еще можно веселиться и вкушать разное блюдо. Народные приметы на 13 августа говорят, что этот день очень благоприятен для любой работы. Все, за что человек сегодня не возьмется, получится обязательно успешно. Поэтому можно делать не только бытовую работу, но и начинать важные новые проекты. Можно устраиваться на новую работу, заключать большие сделки. Этот день принесет выгоду и успех каждому, кто сделает весомый вклад в работу. Но вот лениться сегодня нельзя. Бездействие приведет к тому, что в доме будет страшная нищета и безденежье. Ленящийся человек может даже сильно заболеть. Поэтому нежелательно брать в этот день выходной. Вечером же принято устраивать праздник, веселиться и гулять. Особенно это касается молодежи. Именно в этот день молодые парни и девушки присматривают себе пару, так как уже в октябре начнется покров, период свадеб, когда принято жениться, чтобы брак был счастливым. Поэтому пару присматривают заранее. Святой Евдоким считался семейным покровителем, поэтому к нему обращались с молитвой защитить семью от распада. Также молили о здоровье всех домочадцев и о верности супругов. Женщины с самого утра в Евдокимов день ходили в храмы и ставили свечки за здравие родных и близких, а большую свечу за упокой умерших родственников. После этого навещали могилы родителей и дедов, чтобы положить на каждую по куску пирога. 13 августа было принято баранить барану, чтобы во время полевых работ у нее зубья не ломались. Кипела работа и в огороде. К этому времени поспевали баклажаны, огурцы и кабачки. Крестьяне верили в примету, что если сегодня хорошо поработать, то зимой не будешь голодать. Вечером мужчины чинили орудия труда, а также занимались очисткой плуга от земли. Его тщательно мыли и прятали до следующего сезона в сарай. Согласно приметам, если дует сильный ветер в этот день, то значит зимой будет много снега, а спокойная погода сулит теплую зиму. Если по воздуху летают паутинки, то тепло еще долго землю не покинет. А вот если утром был густой туман, но он быстро пропал, то значит днем можно ждать ясную погоду. Приметы на 13 августа говорят, что тот, кто сегодня работает и делает важное дело, обязательно получит успех. Сегодня нельзя бездельничать, а то нищета будет страшной весь год. Сны сегодня снятся вещи, и сбываются в течение 10 дней. Наши предки знали, что нельзя делать 13 августа, Евдокима в день, предложение руки и сердца. Дело в том, что по приметам 13 августа, любимый человек может быть неискренним в своих чувствах, а поэтому может ответить согласием не из-за любви, а из-за меркантильных побуждений. Поэтому и советуют знающие люди перенести столь важный разговор на другой день и вести его только после обращения к своему ангелу-хранителю. Считается, что тогда любимый человек не сможет солгать. Приметами не рекомендуется 13 августа есть жирную пищу. Того же, кто ослушается запрета, ждет наказание, финансовые проблемы и неприятности в личной жизни. Также этого человека могут начать мучить боли в животе. Запрещены в Евдокимов день развлечения и веселья. Однако молодежи, желающие отвлечься после тяжелого трудового дня, наши предки все-таки разрешали вечерние посиделки. Считалось, что нельзя 13 августа работать по дому, домовой может разозлиться. А вот трудиться на земле в Евдокимов день даже рекомендуется. Считается, что тогда в доме будет достаток и благополучие. По приметам, нельзя в этот день выяснять отношения в доме, иначе в нем нечисть поселится и начнет бить посуду, крупы смешивать, нитки путать и скотину пугать. А также громко и страшно кричать по ночам. Не стоит 13 августа пить спиртные напитки, даже если на сегодняшнюю дату назначено торжество. Лучше перенести праздник на другой день. Если это невозможно, то в Евдокимов день следует выпивать лишь символическое количество алкоголя. Иначе считалось в народе, что темные силы могут вселиться в душу нетрезвого человека и начать руководить им. Нежелательно в этот день отказывать в помощи, особенно если о ней просят близкие люди. Такая забота впоследствии вернется большой наградой, наладятся отношения с неприятелями, исчезнут завистники и лицемеры. А в жизни появится любовь и радость. Согласно приметам, если муравьи 13 августа спешно закрывают вход в свое жилище, это значит, что пойдет дождь. Если пчелки полетели с позаранку в поле, быть погожему деньку. Мощный ветер 13 августа сулит снежную зиму. Туман Евдокимов день быстро уходит, примета, что погода весь день будет ясной и солнечной. Если летают паутинки, тепло еще постоит. По примете уродят грибы, если 13 августа плотный туман стоит над верхушками деревьев в лесу. Наши предки верили, что сон, увиденный в ночь на 13 августа, вещи и исполнится в течение девяти дней. В народе считалось, что рожденные в этот день люди сердобольные. Они хорошие заступники и утешители. День Ангела сегодня отмечают. В народе считалось, что самая страшная порча делают именно 13 числа. Поэтому в Евдокимов день читали защитные заговоры и проводили ритуалы и обряды. Проводили такой ритуал, чтобы оградить себя от склаза. Утром 13 августа брали красную шерстяную нитку и трижды оборачивали ею вокруг запястья. После этого нитку обмакивали в освященной воде и снова оборачивали вокруг руки, приговаривая такие слова «Красная нить, защити, порчу глазливую от меня отведи». «В воде святой ты побывала, силу в себя ее вобрала, со мной ею поделись, от злого глаза защитись. Аминь». С этой нитью ходили в течение суток, не снимая даже на ночь. Утром следующего дня нужно было ее сжечь в печи. 13 августа православные христиане почитают память святого Евдокима, а также это последний день перед Успенским постом. Поэтому это последний день, когда еще можно веселиться и вкушать разные блюда. Также этот день очень благоприятен для любой работы. Все, за что человек сегодня не возьмется, получится обязательно успешно. Что же категорически нельзя делать 13 августа? Сегодня нельзя лениться. Считается, что чем усерднее ты будешь работать в этот день, тем благосклоннее, если верить приметам, к тебе будет судьба. Нельзя сегодня отправляться в поездки. Дальняя дорога окажется очень неудачной для тех, кто решил 13 августа уехать в отпуск или по делам. Желательно отложить путешествие хотя бы на один день, чтобы успех сопутствовал все это время. Нельзя выбрасывать остатки со стола. Считается, что в этот день нужно отдавать все лишнее нуждающимся. Это отличное время, чтобы заняться благотворительностью. Я желаю вам удачи, счастья и благополучия. Ставьте лайк и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Субтитры сделал DimaTorzok